Все, запись у нас есть. Всех приветствую, добрый вечер и это открытый вебинар предстоящего курса Basic. Основы объемного анализа. С вами Михаил Лемах. Сегодня мы попробуем разобраться в чем же разница отличия и преимущества объемного анализа в сравнении с другими типами анализа. Что мы можем предложить в плане платформы и какие возможности предоставляет трейдерам платформа Волфикс и собственно структурирование объемного анализа и начнем мы с платформы. Вернее даже хотел задать вопрос участникам, которые сейчас в чате есть, присутствуют. Кто еще не знает платформу Волфикс и не использовал ее в торговле. Так, есть у нас один новичок Сергей. Так, остальные все знают, да? Уже есть опыт применения платформы. Ну это хорошо, это радует. Так, мы уже как раз вот в августе отметили десятилетие компании. Все десять лет мы занимаемся непосредственно развитием и улучшением платформы с точки зрения объемного анализа. Почему именно объемный анализ? Почему мы выбрали именно этот тип анализа биржевых данных, которые мы получаем достаточно большого количества бирж. Могу сейчас показать этот список. Возьмем мы модуль Cluster Profile Professional. Сейчас вы увидите, допустим, мы возьмем сейчас RTS за текущий контракт, чтобы был график с отображением. И данные я сейчас настраиваю в колонке BDASK. То есть, каждый паттерн вы видите в рамке. Это дневная сессия, весь день. И слева колонка объемы POBIT и справа колонка объемы PASK с отображением еще профильного формата данных. Так, и еще кое-что сейчас включу. А, у нас уже есть, это включено. Значит, биржи, какие у нас есть, какие можно анализировать. Это список бирж, которые мы получаем данные и данные онлайн. То есть, вы можете анализировать не только исторические данные наших архивов, которые по некоторым инструментам с 2008 года мы храним информацию. Вот, допустим, если взять S&P, можно посмотреть на истории вплоть до каждого тика, что происходило, в какой день, на какой цене, какой был объем. Это все мы храним, архивируем и используем для исследований, для анализа, для поиска каких-то закономерностей, моделей, паттернеров, стапов. Начиная от биткоина, CBOT, CME и заканчивая шанганской биржей, тоже есть. Есть RTSForce, MySixFund и даже NiceDuck и Nice. То есть, можно акции смотреть данные, можно смотреть фьючерсные инструменты и индексы волатильности. То есть, ну, в общем, все популярные биржи доступны, даже есть Forex. Вот, инструменты Forex, сейчас огромное количество Crossbar Spot. Есть даже рубль USD. Так что, в принципе, любой инструмент, который вам нужен, есть в платформе Wolfix. Биржи абсолютно все доступны. И самое важное, что те инструменты, которые популярны, допустим, нефть, золото, база данных, которые мы храним на серверах, более чем за пять лет, да, как минимум, это по инструментам, которые реже используются, там может быть чуть поменьше. Но вот так, в принципе, 2008 года данные есть и вы можете создавать, когда вы создаете торговую стратегию, как раз архив этот и поможет вам проанализировать точки входа, разные паттерны проверить, стапы и поискать разные закономерности. Итак, что мы сейчас видим на экране и в чем преимущество объемного анализа и на чем он основан. Значит, было время, когда торги проводились прямо на бирже, физически нужно было присутствовать в такой биржевой яме, уметь очень громко выкрикивать количество контрактов, либо же акций, которые вы хотите купить, продать. Ну, и в определенный момент развитие интернет-трейдинга уже достигло такого значительного момента, когда биржи начали приходить на электронную торговлю и все эти ребята переместились в офисы торговой компании, но торги не прекратились, даже увеличилось количество ликвидности, оборот. И эти данные можно получать с биржи, заплатив денежку, соответственно, за поток данных онлайн. И помимо того, что эти данные транслируются онлайн, они еще идут в достаточно таком не особо приятном формате для анализа трейдеру. То есть, это просто очень огромное количество букв, цифр сплошным таким рядом. Если открыть эти файлы, то там где-то около гигабайта, если не ошибаюсь, за день только получается данных принимается. То есть, очень большой объем. И эти данные нужно еще правильно структурировать и отобразить в понятном, быстро читаемом и быстро анализируемом формате. Поэтому мы пробовали разные варианты отображения данных. То есть, в принципе, вот эти данные могут выглядеть в разных ипостасиях. К примеру, возьмем те же самые данные, только, к примеру, потоком агрегированных... Сейчас я включу S&P. В текущий день, вот прямо онлайн будет идти лента потока. Это те же самые данные, то есть, только уже в виде таблицы. К примеру, анализировать. Проверяли, исследовали на скорость анализ. Вот вы анализируете данные, вам нужно принять решение, какой тип отображения информации дает более быстрый итог. То есть, вывод. Вы быстрее делаете выводы из таблицы, когда вы смотрите на большое количество цифр и нужно сложить, вычесть, добавить, отнять, просмотреть каждую цифру. Уходит порядка... Ну, в 10 раз дольше анализируются данные. Вот в таком виде по сравнению с этим же форматом, только в виде графика, который аккуратно сформирован и структурирован. То есть, если включить, допустим, тот же S&P... Текущий день. Возьмем таймфрейм минут 15. Лучше 5. Это выбор доступной таймфреймы в платформе, когда вы формируете график. То есть, Cluster Profile Professional модуль, мы недавно его улучшили, так что вы видите уже обновленный Cluster Profile. Вы обычный баровый график можете превратить абсолютно... Ой, 5 минут. Надо включить. Так будет лучше видно. Настроить под свои запросы, под те данные, которые вы хотите анализировать, анализировать, которые вам нужно анализировать. И это, допустим, вот Type. Выбор, какие данные отобразить в левой колонке каждого бара. То есть, вы видите визуально, это и есть бар. То есть, 5-минутный бар. И внутри бара есть две колонки. То есть, эту колонку вы можете отобразить, допустим, данные по объему. Что такое данные по объему? Ну, это информация о количестве проторгованных контрактов по каждой цене в этом баре. Естественно, суммированы, допустим, если вы за 5 минут смотрите, то сколько по цене 22.63 в сумме прошло контрактов по сделкам. И сейчас вы увидите бит. Я, допустим, сделаю объем. Немножко сделаем светлее цифры, чтобы вам хорошо было видно. Вот, так я думаю, лучше будет видно. И идет колонка значений, где по какой цене прошло какое количество суммарных контрактов. То есть, можно оценивать цены, которые проходят достаточно объемные сделки. И почему непосредственно анализируется объем и в чем его конек. То есть, естественно, мы понимаем с вами, что есть крупные участники на рынке, которые и диктуют тренды, которые формируют эти тренды. Есть мелкие трейдеры, частные трейдеры, у которых объем не такой большой. И здесь, собственно, все на кучу объем идет и крупный, и мелкий. И, соответственно, те объемы, которые достаточно крупные, чтобы формировать дисбаланс между спросом и предложением. Именно они создают тренд, они начинают двигать цену. Даже если очень огромное количество трейдеров одновременно начнет по одному контракту покупать, это может на какое-то время вызвать дисбаланс спроса. Но для дальнейшего поддержания этого тренда нужно также много объема. И именно крупные участники с крупными сделками могут контролировать какое-то время тенденцию. Чтобы заработать, им тоже нужно, помимо размещения крупного объема, еще создать какое-то движение цены и поддерживать эту тенденцию. Поэтому, анализируя не только объем, а его еще дополнительно огромное преимущество, это анализ дельты. Дельта – это разница между объемами, которые были по бит, и объемами, которые пошли по ASC. Собственно, в первом формате я и показал вам две колонки каждого паттерна, то есть каждый бар разбит на две колонки. Слева по цене идет объем по бит, справа сколько прошло ликвидности по ASC. И снизу вы видите гистограмму в виде таких колонок суммарное количество бит и ASC и разницу между ними. Вот дельта и есть разница между количеством ликвидности по бит и количеством ликвидности по ASC. То есть, грубо говоря, вывод, кого было больше – агрессивных байеров, либо же селлеров. И, соответственно, в количественном значении даже подписывается. Вот 9247 контрактов. Суммарно это не общий объем, а непосредственно разница между объемами по бит и объемами по ASC. Вы видите, по ценам идут также фильтры. Зеленые, красные – они подсвечивают за кем преимущество? То есть, вес селлеров и байеров, на чьей стороне идет перевес, то есть дисбаланс. И вот этот формат можно настраивать абсолютно удобно для своих потребностей. Допустим, если вы используете японские свечи, вы можете включить функцию Open Close и анализировать непосредственно открытие-закрытие баров, тень и так далее. Также есть элементы технического анализа для черчения линий тренда, либо же равноуделенных каналов. Индикаторов по типу средних мувингов мы не используем, но у нас есть более подходящий для объемного анализа индикатор VWP, который показывает средневзвешенную цену относительно объема. Вот она идет, оранжевая линия. Также можно добавить отклонения по VWP. И обычно мы ставим 3 минус 3, это первый коридор. Затем идет 6 минус 6. И мы видим потенциальное отклонение от VWP. То есть VWP это как экватор между коридором селлеров и коридором байеров. То есть средневзвешенная цена сейчас в районе 22.63. Пока рынок держится выше этого индикатора и учитывая какая ликвидность идет, на чьей стороне перевес. Вот мы видим по S&P разбивку на 15-минутном паттерне. Сейчас я включу, допустим, российский рынок RTS за сегодня. И отключу класс RTS, чтобы нам не мешали эти данные. То есть обычный бар, у нас есть и баровый график, превращается в достаточно огромную информационную машину, которая показывает основы, фундаментальные данные. То есть я лично, допустим, считаю, что объемный анализ, он ближе к фундаментальному. Так как мы анализируем не синтетические какие-то индикаторы, расчетные величины, либо же сложные формулы. Это данные, которые идут онлайн с биржи. Какая активность идет по агрессорам на покупку, на продажу. И в очень комфортном и удобном для анализа варианте. Отображение идет прямо вот на графике вместе со стаканом. Он сейчас немножко не весь включен, можно его еще расширить. На всех модулях графических, которые отображают котировку, стакан идет прямо в привязке к графику. То есть вы не отвлекаетесь на какой-то другой монитор, либо же другой график. Вы сразу вместе с тем же графиком, который анализируете, видите глубину рынка по стакану, плюс еще интерактивный кластер, вот этот FlowBDASK. То есть вы видите непосредственно в текущий момент времени, сколько проходит по цене агрессоров на продажу, на покупку на каждом тике. И эта информация обновляется. Сейчас 69-61, то есть поровну. И вот начали перевес идти уже в 45-46, пока в два раза больше, практически в два раза больше байеров. Но рынок немножко слаб сейчас. Сейчас вечерняя сессия. Итак, в течение сессии, то есть можно в таком формате наблюдать по фильтрам, где больше селлеров, байеров. Допустим, вы видите сейчас с открытия биржи RTS, снизу колонки гистограмма по дельте, то есть разница между агрессорами на покупку и на продажу. До вот этой точки 11.45 у нас был преимущественно активный байер. Да, вот буквально в 11.00 частично сбросили покупки, которые с утра были. И потом начал более агрессивно себя вести селлеров. Соответственно, точка реверсивности, точка разворота уже началась с вот этого последующего бара, который был у нас в 12.00. Вот он, старт начался здесь. Потом 45 минут, все три паттерна были за селлерами. Немножко рынок остановился и дельта, видите, здесь особо не на стороне селлеров и не на стороне байеров. Мы можем даже сказать, нулевая дельта. Если в процентном соотношении посмотреть, то здесь порядка, сейчас, полтора процента разница между теми и теми. Рядом вот здесь, допустим, 18,9% перевес за селлерами. То есть в общей массе ликвидности почти на 20% продавцов было больше. А здесь вот 18% вот этой свечи, которая падала. И вы видите, вот этот коридор, допустим, подсвеченные данные. Здесь плотно по каждой цене, фактически, ну, до самого минимума, была активность за селлерами. Вот этот весь коридор видно по фильтрам. Фильтры нужны для того, чтобы подсвечивать непосредственно нужные объемы, объемы, те, которые могут создать хороший дисбаланс. Именно дисбаланс он создает... Сейчас мы под... Настроим. Если, к примеру, вам неудобно анализировать видео профиля, то есть там, где был достаточно крупный объем, эти цены в виде гистограммы, по сравнению с другими ценами, гистограммы показывают больше значения. То есть правильно настроив настройки, выставив фильтры, по сути вы в дальнейшем можете обходиться даже без цифр, как тип данных, которые вы анализируете. У вас есть гистограммы, вы знаете, что там больше, объема фильтра подсвечивает непосредственно нужные вам участки, и вы уже дальше принимаете решение о покупке, продаже в определенных точках на рынке. Вот сейчас пока идет агрессор на покупку, временно, вот если посмотреть по интерактивному кластеру возле стакана, вот здесь, видите, коридор. Тут еще более-менее поровну было, здесь 48 контрактов против 213, то есть в 5 раз больше байеров, 81 контракт против 105, так более-менее перевесно байерам, 35 и 213, то есть все три тика тут побеждают однозначно байеры, и сейчас вот 79 и 142, натикали по цене 115 800. Дальше. Это один только модуль, и хочу вам показать, какие еще данные вы можете формировать на баре. К примеру, просто объем, и вам не нужна вторая колонка, допустим, не нужна, вы это отображение делаете вот в таком формате. То есть вы можете в виде гистограммы смотреть, либо же отключить гистограммный профильный режим и анализировать это в виде таких кластеров. Возможно, вы слышали, либо видели где-то. То есть профиль отключается и в виде баров, внутри которых идет количество значения, объема в каждом паттерне. Вы видите подсветку по фильтрам, где есть крупные значения, где поменьше, они нам не интересны, так как они не так сильно влияют на рынок. И помимо дельты, еще можно отдельно бидаск смотреть, трейды, то есть количество трейдов по каждой цене за 15 минут, к примеру. И по тикам, количество тиков это для анализа активности, допустим, высокочастотных алгоритмов. Вернемся к самому такому подходящему режиму, это бидаск. Если вам, допустим, не нужно анализировать отдельно бид и аск, вы просто включаете режим дельта, отключаете вторую колонку и я верну профильный режим. И каждый паттерн теперь у вас идет уже с разницей между бид и аск. Сейчас мы поставим лимиты, допустим. Вот. И там, где 1200, я установил значение, вы видите подсветку в этих точках. Где 800, чуть темнее оттенок. И вы видите по каждой цене, где были такие дисбалансы по дельте. Сразу же вы их можете заметить и даже поставить алерт. Алерт необходим для того, чтобы не пропустить какой-то важный объем, к примеру, либо же сильный дисбаланс между бид и аск. Вам будут сразу идти уведомления. Можем поставить сейчас небольшое значение, чтобы, допустим, маленький объем 20. Алерт. Ставим 20 и вот пошли уже. Да, 150 поставим поменьше, чтобы было. Вот, видите, вам не слышно пока звук, так как колонки я сделал потише, чтобы не было резонанса наушников и микрофона, вернее, колонки микрофона. И вот так указывается сразу, где необходимый объем прошел, либо же дельта, либо же открытый интерес. Также вы можете смотреть открытый интерес онлайн интерактивно по RTS, к примеру, либо же по рублю, ticker C. Биржа Ford транслирует открытый интерес intraday. Это очень облегчает анализ объема дельты вместе с открытым интересом. Это отличный такой, если комбинировать правильно эти данные, то есть фактически открытый интерес показывают, заходят в рынок сейчас участники, либо фиксируются. Вот зеленые участки вы видите, это заходили в рынок. Там, где красный оттенок гистограммы, это фиксировали позиции. То есть вот этот рост, который был на рубле до 17.00 постепенно выходили и открытый интерес он как бы заранее вас предупреждает, что тренд вряд ли будет продолжаться, так как идет постоянно фиксация. И вот уже вышли достаточно серьезно между 18.00 и 18.00 часом. Как раз перед открытием начинает фиксироваться и выходить. И этот вариант можно за несколько дней смотреть, допустим, с понедельника по текущий день вариации где заходит, где выходит. вы видите достаточно мощный рост открытого интереса. И вы сможете быстро реагировать на какие-то сильные изменения по активности участников, смотреть по ликвидности их. Так как может открытый интерес набирать обороты, но по ликвидности каких-то существенных сделок вы не видите. Соответственно, сильного движения не стоит ожидать. То есть мат ожидания уже можно просчитывать заранее. вот так это рубль сейчас вернемся к РТС. В принципе можно акции смотреть можно смотреть валютные фьючерсы цмешные. Вот вы видите к примеру в текущий день позиции открывали до 12.00 был показатель открытого интереса набирал оборот. То есть открывали новые позиции хорошенько шли до самого 12.00 потом переключиться на дельту и вот сбрасывают стопы этим 7 байеров вот так вот коварно на рынке поступили то есть покупки шли но потом резко всех выбросили каждый флэт который вы будете анализировать в дальнейшем вы заметите что дельта то есть разница между байерами селлерами постоянно меняется так это природа флетовой формации флетовых участков когда рынок стоит в коридоре и то байеры то селлеры пытаются контролировать цену вот так вы видите здесь по дельте байеры потом селлеры потом снова байеры потом снова селлеры это до тех пор пока стабильно не будет кто-то удерживать контроль возьмем популярный инструмент на пару евро доллар еще огромное преимущество есть для тех кто торгует кто из вас кто сейчас в чате торгует рубль есть такие трейдеры валютные фьючерсы кто использует торговли фьючерс ну я про него и говорю один трейдер всего лишь не стесняйтесь пишите в чате задавайте вопросы сейчас тут уже есть какие-то вопросы ртс итак преимущество объемного анализа на данный момент очень огромное допустим вам нужно вы торгуете пробитие максимума да либо минимума то есть на пробитие работаете есть такие стратегии на пробитие каких-то ключевых уровней в принципе подход правильный так как расширение коридора за допустим максимум дня либо же расширение селлерами за минимум дня это достаточно рассчитанные действия участников то есть они выходят за пределы приемлемого коридора цен и это создает такое расширение создают только те кто знают что цена сейчас допустим если будет формироваться продажа не знаю что цена сейчас достаточно высокая можно продавать не переживая за риски то есть к примеру расширить толкнуть цену за 0.74 могут те у кого есть на это весомые причины есть какая-то информация к примеру либо же инсайт либо какие-то расчетные данные анализируются и представьте себе сколько селлеров заходит у максимума дня на продажу с целью допустим даже взять коррекционный момент и байеру здесь нужно достаточно много ликвидности чтобы перекрыть по объему активность селлеров не дать котировки уйти вниз то есть это нужно полностью перекрыть по ликвидности селлеров таким образом выходим в дельту 0 то есть баланс между байерами селлерами и еще добавить ликвидности которая создаст спрос у максимума дня то есть тактические пробития таких ключевых уровней это неплохой подход но ложные пробои я думаю многие сталкивались с этими такими неприятными моментами когда идет на самом деле ложный пробой и объемный анализ может помочь в этом плане отсеять то есть правильно установить пробой сейчас идет основательный либо же это просто ложная манипуляция на сброс стопов вовлечении допустим байеров вот здесь вот здесь если формируется допустим пробой максимума просто чтобы заманить байеров тем самым получить встречные ордера на продажу и вкусно зайти на максимуме на шорт чтобы расширить за 0.74 байеру нужно фактически ну грубо говоря в два раза больше ликвидности сопоставимо ликвидности которые дают целлеры вот на этих ценах то есть скачок объема и наличие крупного объема в момент пробития таких уровней один из важных критериев то есть я думаю даже не один а первый критерий который нужно мониторить это наличие ликвидности вы видите снизу гистограмму это суммарная ликвидность по каждой 15 минутки она отображается в виде гистограммы то есть вместо количественного значения вы видите гистограммный тип сравнения в данных каждой 15 минутки то есть вот эти выбросы резкие по сравнению с объемом в этих 15 минутках визуально выглядит достаточно сильный перевес по ликвидности и если к примеру нужно сравнить цифры то 7 вы наводите просто на этот 15 минутный паттерн и вот снизу пишется значение допустим 11 тысяч контрактов было вот на самом пике вот здесь 11 тысяч контрактов то есть в этой свече прошло 11 тысяч контрактов так вот пробития таких уровней они сопровождаются наверное 90% случаев идет на повышенном объеме относительно текущей сессии либо вообще даже текущей недели в сравнении если брать ложные пробои идут на слабом среднем объеме и таким образом вы сразу смотрите на ликвидность так как у вас есть архив данных вы можете проводить исследование сравнить анализировать выписать даже эти моменты проанализировать какой же все таки объем обычно выбрасывают на рынок там за 5 минут за минуту вы видели там таймфрейм можно смотреть даже 5 секундные паттерны можно смотреть недельные паттерны то есть от позиционного до скальпинга есть все рабочие таймфреймы в первую очередь нужно посмотреть на ликвидность если ликвидности нет то расширение на таком уровне допустим максимум недели расширить не получится нет ликвидности которой можно спокойно контролировать покупки на максимуме либо же продажи на минимуме так как там начинают байеры заходить на минимуме а там селеры на максимуме вы сейчас видите падает объем начиная с 4000 идут вроде вниз мы видим по графику идет снижение но ликвидность не набирает обороты наоборот падают количество сделок скорее всего тоже сейчас мы посмотрим количество сделок включайте режим трейдс и нижний кистограмма переключается уже в количество сделок да количество сделок тоже упало до вот полторы тысячи и меньше 1200 вот так то есть вот этот пиковый уровень 730 разворотная точка как видите пришлось за сессию больше всего количество сделок прошло то есть количество сделок топовое обычно там и объем тоже не слабый да здесь то же самое 6430 контрактов в точке разворота и это не совпадение то есть все реверсивные точки важные и приоритетные они проходят на выбросе крупном выбросе объема то есть я могу немножко объяснить почему то есть в чем закономерности этой природы по объему непосредственно в резервных точках буквально 5 минут значит для этого нужно схематически вам начертить сейчас на секунду ну возьмем масштаб чуть побольше сейчас State Day давайте с июня то есть сейчас будет формироваться график с отображением данных в каждой свече на таймфрейме Day будет указан объем по каждой цене и нижняя кистограмма суммарно по объему за торговую сессию сейчас подгрузка данных идет и уже 100% снизу кистограмма ликвидность торгового дня каждого с 13.06.2016 года возьмем к примеру RTS так как все торгуют RTS многие из тех кто в чате очень неудобно я правда один модуль показываю надо остальные тоже наверное показать есть самый лучший пока который я видел тиковый график с самым детальным отображением данных на тиковом уровне даже итак вы видите участки где заканчиваются контракты сентябрьский декабрьский ватневинский три контракта мы сейчас видим и снизу гистограмма по объему то есть с фильтрами вы видите синим цветом идет обычная ликвидность чуть повышенная уже идет другим цветом подсвечивается это как раз есть фильтры вы тоже можете настраивать какие вам подходят и какие вам нужны допустим вот список этой фильтров по ликвидности если вам нужно свыше 700 тысяч поставить вы ставите ставите какой цвет допустим возьмем вот так все уже более другим цветом вы понимаете что там ликвидность выше предыдущего значения вернее выше чем обычная ликвидность и самые топовые вот у нас по миллиону миллион 245 самые топовые сессии обратите внимание что вот этим фильтр подсвечивают очень часто как раз допустим вот минимальные точки перед разворотом идет два дня на повышенной ликвидности затем после роста идет коррекционный момент и вот этот момент у нас начинают потихонечку покупать 5 сессий подряд идет на повышенном по ликвидности за день объеме и это не просто ну это не совпадение это на многих инструментах все реверсивные точки максимум либо же в контрольные важные минимумы после коррекционного момента либо формирования нового тренда они все проходят на повышенной ликвидности вот допустим вот здесь более 5 дней идет достаточно такой аномальный объем и затем у нас ушел ртс перед пробитием сотки вот у нас допустим 101 700 по техническому анализу вот как понять будут здесь пробивать либо вот этот выход ложный то есть насколько можно положиться на вот этот момент когда расширяют коридор важный вот здесь был повышен почти миллион оборот то есть у этой сессии по ликвидности как триггер как контрольный параметр есть повышенный объем соответственно если вы работаете на пробитие важных точек то это уже первое подтверждение которое дает вам зеленый свет на открытие сделки допустим на покупку по тренду обратите внимание сколько сессий формировали перед походом на 115 вот здесь каждая сессия начиная с 9 по 16 число шли на повышенной ликвидности две сессии вообще там за миллион 200 переваливает оборот и вот здесь выше 700 здесь 800 здесь 862 864 и 810 то есть вот этот коррекционный момент и затем уже формирование массива на покупку и осталось только пробить вот этот важный максимум здесь как видите были заминки перед расширением не сразу получилось и вы тоже там не лезли бы в покупку так как у вас объем идет по такой обычный то есть нет такого аномального объема в то время когда пошел уже действительно пробой ликвидность была повышенная то есть выше нормы соответственно чем больше дисбаланс относительно среднего значения тем выше вероятность создания сильного движения и стабильного движения то есть вот расширение цены на обычном объеме дальше уже как-то дотолкали до 118 и тоже видите 3 сессии подряд идет где у нас на пике на максимуме 3 сессии подряд идет на повышенном объеме помимо объема переключаем на дельту открытый интерес и разбираемся где входят где выходят на масштабе даже таких периодов как day то есть зеленые открывали позицию красные сессии это фиксация сделок то есть вот те две сессии помните которые зашкаливали по ликвидности тут как мы видим открывали позиции тут открывали позиции буквально вот там где сбрасывали стопори это вот эта сессия частично выносили из топики и рост открытого интереса еще сохранялся до вот этой точке дальше уже пошли сбрасывать соответственно о том что сбрасывают вы знаете уже вот в этом дне до того как начнет корректироваться из-за этого рынок то есть это как опережающий индикатор очень огромный и хороший помощник в понимании когда тренд заканчивается когда тренд может начаться то есть когда идут открывают хорошие позиции по ликвидности и это огромный плюс то есть вы заранее знаете что все у тренда есть вернее у тренда заканчивается топливо и пора готовиться к фиксации это только один модуль классер профайл профессионал огромные возможности настроек дельты открытого интереса фильтровать по ценам ведь эти фильтры уже подсвечиваются зеленым зеленым цветом это дисбаланс на стороне байеров и красным цветом на стороне сейлеров чтобы не упускать из виду каждый фильтр они потом прижать и формируются вот такие квадраты то есть так как вы можете сжимать график и там потом будет плохо видно фильтры но они все равно будут подображением поддержку которая вот здесь у нас зафиксирована пока еще не пробили поэтому есть шансы на сохранение динамики на рост представьте себе после такого движения на рост вот с 96 по 120 байеры продолжают принимать активное участие в торговле то есть таким образом котировка висит между 116 и 118 за счет того что байеры там все таки покупают если бы они не покупали здесь фьюч то в принципе давление селлеров уже давно загнало котировку до 110 112 111 отметки дальше уже контрольная точка вот здесь идет важный уровень включаем опять на объем у нас дельта дельта также в подтверждении открывали позиции кто более агрессивно себя вел в этот период смотрите анализируйте принимайте решение это к примеру спот на доллар рубль я думаю вы видели на волстит онлайн мы постоянно его анализируем когда смотрим фьюч на рубль то есть причем это томик на tomorrow поставка есть tod today есть tomorrow сейчас подгрузится данные и мы увидим за этот период данные по USD руб сверху здесь в углу пишется тикер вместе с биржей фильтры по дельте фильтры по объему то есть вот вы видите снизу ликвидность сейчас я переключу на объем потому что эти зелененькие красненькие будут только мешать и можно выставить фильтры когда идут сильные обороты по 6 миллионов причем тоже обратить внимание что если посмотреть к примеру спот за неделю и возьмем к примеру 2014 год сейчас подгрузится данные запись будет всем кто подписан на рассылку клиентам тоже будет рассылка завтра уже утром с ссылкой на просмотр записи на youtube канале подписчики youtube канала нашего тоже могут посмотреть запись как в этом всем разобраться как это все понимать как вообще начинать свое изучение в объемном анализе это все будет на курсе basic порядка 8 занятий 4 ведет Елена сон занятия и 4 веду я собственно по дельте подкрытому интересу будут по моей части в веленос он тоже будет очень много интересной информации давать по структурированию данных настройки платформы очень нужно правильно настроить платформу так как видите здесь только графиков одних огромное количество допустим тот же тиковый график самый пока удобный самый информативный и без него никак здесь вы видите отображение каждого тика я поставил с 8.30 чтобы было удобно на сайте если ошибаюсь 400 долларов я могу ошибаться на сайте указана на стоимость точно вроде было столько может что-то поменялось значит здесь мы видим каждый тик мы можем смотреть данные этих тиков также в разном ключе то есть смотреть по дельте смотреть сейчас это не тот режим так режим агрессора все правильно а вот допустим вот buy plus sell каждый тик имеет свой объем по ликвидности также иметь свою маркировку агрессор на продажу на покупку и есть еще режим дельта где он тут это трейды а нам нужно дельта вот вот мы видим дисбаланс тех и других каждого тика то есть помимо этого можно формировать фильтрацию тиков тиков то есть если вы вам нужно посмотреть давайте не с допустим сбер возьмем да сейчас достаточно неплохо себя ведет акция одна из тяжелых в индексе и включим с начала дня подгрузим данные alert уже начал срабатывать вот пока отключим это тоже пока отключим сейчас я быстренько настраиваю немножко много вот вы видите появились маячки ярлыки тех тиков которые у которых ликвидность больше чем указано в фильтре вы видели я только что указал фильтр 3500 оранжевым цветом то есть от 3500 выше будут подсвечиваться эти тики таким вот маячком свыше 5 тонн допустим вот 11 можем еще жестче поставить фильтр поставить здесь 5 тысяч контрактов здесь десятку соответственно их станет меньше этих ярлычков но зато вы будете видеть действительно крупную ликвидность видите на максимуме там 6 чем-то тысяч прошло 6600 здесь десятка прошла 11000 и включаем режим дельта и вот у нас 13 тонн ликвидность агрессор был на продажу 166 167 и 69 я думаю что делать с такой информацией уже в принципе вы придумали либо догадались вот у нас этот селлер и потом этот уровень очень так неплохо защищали девятку бросили вот здесь 11000 контрактов если видно да 10000 почти 11 видно да снизу по гистограмме сейчас увеличу тут были селлеры в основном вот да 1207 повторный агрессор на продажу ставим фильтр можно уровни просто так себе фиксировать линиями подписывать их то есть оба крупных трейда на этой точке были непосредственно за селлерами и потом пошли вниз пробили важный уровень обратите внимание сколько таких фильтров давайте я еще поставлю пожестче чтобы так четко выделить их обратите внимание сколько было таких выбросов по ликвидности здесь два здесь четыре всего здесь тоже четыре и потом тишина буквально вот один проскочил как раз перед пробитием контрольной точки и вот начинается на минимуме опять такая же активность то есть они в определенные моменты появляются и когда нет интересов скорее всего здесь сбрасывали либо же покупали дальше сейчас посмотрим 10 тонн там дальше продавали тут продавали 12 тонн то есть эти данные облегчают анализ кто контролирует цену кто сейчас более агрессивно себя ведет по ликвидности и это нужно ежедневно без данных по объему даже вот допустим симбиоз технического объемного анализа вы проводите линию поддержки и что там происходит действительно на этом уровне будет защита этой цены либо просто пройдут и не заметят как раз с помощью объемного анализа вы сможете получить ответ если уровень поддержки действительно защищает то вы просто будете видеть объемную защиту поддержку цены чтобы не пустили цену ниже допустим и по дельте и по стакану и по ликвидности то есть это все важные критерии и информацию в принципе ту которую вы видите ее желательно использовать и применять и анализировать в комплексе то есть не отдельно каждые возможные типы данных а эффективнее это работает когда вы это все в комплексе применять ну в общем для тех кто еще не знаком с объемным анализом с платформой волфлекс свою карьеру лучше начать с курса basic как-то настраивать там все разберемся также можно допустим наложить график сбер прев либо же допустим газпрома для сравнения тоже тиковый график у нас газпромчик идет сразу красным светом но мы его чуть потише сделаем оттенок немножко потемнее также это помогает развивать арбитражный трейдинг статистический арбитраж то есть клируя газпром со сбером лучше сбер прев либо там ртс к примеру в общем любой тикер вы добавляете сразу два тикового графика анализируете сходу так вот у нас крупный байер был самый крупный за сегодня допустим ртс здесь мы поставим 50 объем так давайте по вопросам я вижу уже есть какие-то вопросы в чате и подытожим сегодняшнюю информацию что момент дельта вот на графике на самом верху движения активные байеры на цена ушла вниз объясню почему вы можете видеть активные байеры на максимуме цена потом пошла вниз дело в том что есть такое понимание как архитектура рынка ну вот именно ордеров то есть order matching допустим у вас стоит стоп приказ да это ртс уже подгрузился вы здесь зашортили к примеру 116 600 открыт шорт у вас вы спокойно ждете прибыли и поставили вот здесь стоп лосс его сделаем таким цветом фиолетовым так вот ваш стоп лосс это по своей структуре по своим характеристикам это рыночный ордер то есть когда цена придет после вашего шорта к отметке где стоит ваш стоп приказ он срабатывает как рыночный ордер то есть это агрессивность на покупку то есть вы зашортили соответственно ваш стоп лосс это buy стоп и это будет рыночный ордер то есть фактически агрессор на покупку и из-за этого на максимуме вы можете видеть фильтры по покупкам ну соответственно так вы можете анализировать что там сняли стоп 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 приказ и избежать убытка либо же даже применять это как торговую стратегию то есть когда снимают стопики вы потом только заходите не раньше допустим поэтому на максимуме вы увидите такие крупные дельты из-за этого то есть правильно необходимо подходить к анализу данных не просто вот красный фильтр продавать зеленый фильтр покупать нет нужно в комплексе все правильно применять и структурировать то есть с таким подходом даже если видеть дисбаланс спроса приложения на каждой цене дельта не простой такой тип анализа тут нужно понимать когда покупки действительно весомые и комбинируя с объемным анализом с открытым интересом каждый из этих типов анализов вносит свою часть информации которая дает намного прозрачнее картину что происходит на рынке точно так же вы будете видеть на самом минимуме крупные дельты на продажу и это опять же вполне вот видите стопари снимают причем где это появляется вот был до этого минимум тут скорее всего зашли байеры и потом сняли стопари вот раз два раз видите причем маневр достаточно быстро происходит вот у нас активность сняли стопики сразу же вернулись обратно как ни в чем не бывало вот у нас уже здесь котировочка сразу же на место стали по дельте модели снятия стопарей достаточно легко считываются их видно если смотреть на котировку с точки зрения объемного анализа и дельты отсеивать их либо же использовать в качестве вектора либо точки входа то есть это ртс нет это не это с 18 а 22 стоит почему-то 17 допустим возьмем так я думаю ответил на ваш вопрос вот видите байер сверху это как раз стопари сняли перед тем как пойти на шорт они пошли за стопарями плюс крупные игроки не всегда тоже есть гипер информированные участники есть крупные игроки которые тоже делают ошибки крупных компаний хэдж-фондов инвест-компаний тоже есть убыточные сделки и это я думаю не новость так следующий вопрос подсвечивать самые большие объемы чтобы понимать куда держать цели или останавливают цену можно конечно вы включаете режим объем потом если к примеру режим max volume ставите always либо он и всегда в каждом паттерне у вас будет указан указан по какой цене был максимальный объем в данной свече либо в паттерне либо в кластере можно назвать и так и так и так затем можете себе быстренько настроить где формируется львиная доля объема то есть вы выставляете TPO 50 30 либо же 70 процентов и вот максимальный объем мы сейчас будем его подсвечивать допустим таким светлым светло-синим цветом TPO тоже сделаем посветлее вот и вот сейчас мы будем где-то максимально ага включил хорошо сейчас проверяю все параметры включены вот обратите внимание на лево гистограмме вот здесь это идет за два дня суммарно по ликвидности формирования гистограммы то есть по сравнению с этими ценами вот здесь был самый топовый по ликвидности проторгованный коридор и две пунктирные линии указывают на то где было 50% активности по ликвидности то есть вот у вас коридор ядро мы называем это ядро выделяете его коридорчик таким образом для себя формируете это уже отчасти формирование сетки уровней то есть видите пока вот накопление еще идет пытаются оттолкнуть выше нижняя поддержка пока еще не не пала то есть пока в коридоре торгуются еще будет формирование и уже те кто взяли контроль либо расширение будет на покупку тут в принципе по байерам есть шансы достаточно огромные увидеть рост ну ртс он без анализа нефти так будет эффективнее то есть анализирует китровку нефти движение акций которые входят в индекс то же самое в разрезе дельты объема дальше вот вы видите по каждому паттерну синеньким цветом подсвечивается уровень где прошел максимальный объем в этом баре допустим возьми взять вот эту ситуацию видите вот здесь по одной цене постоянно проходили крупные объемные сделочки 5 тонн 4 тонны 4 500 3 и 3 800 в разное время по одной цене это не совпадение на акциях там такое сплошь и рядом вот видите закончилась активность байеров и пошли сыпаться до 115 400 сыпались то есть вот была активность дельты подтверждение и потом появились первые байеры снова селлеры и движение прекратилось сейчас пока побеждают селлеры уже на протяжении часа это отображение кумулятивной дельты по дням и общей то есть суммарное количество дельты на момент времени то есть здесь допустим если суммировать дельту с сейчас ты дей или кумулятивной то есть начиная от первого бара 17 числа и по текущий момент на данный момент дельта общая вот такая это для сравнения к примеру если дель то будет считаться каждого дня собственная дельта расчет идет с начало дня вот мы видим активность суммарная дельта была еще за байерами потом уже все взяли контроль селлера пока в принципе так оно и есть по рублю тоже самое можно смотреть по акциям это все можно на всех инструментах рассматривать в разных ракурсах в разных разрезах и комбинировать информацию так скажу по трендам допустим если крупные объемы и тренды вы заметите что если будете анализировать на истории котировку вы заметите что останавливают какую-то динамику достаточно инертно рынок инертная вещь и допустим чтобы развернуть на покупку 17 числа у нас есть реверсивная точка вот здесь давайте возьмем отдельно 17 число сейчас по рублю обратите внимание где был топовый объем 14.30 то есть это не совпадение это без этого никак то есть вот здесь развернуть падающий рубль да вот здесь снижение фичерсного контракта на пару доллар-рубль нужно достаточно много усилий по ликвидности чтобы перекрыть полностью селлеров давайте рассчитать селлеры контролируют цену здесь здесь ликвидность до 12 часа еще была такая достаточно относительно сессии повышенная вот до 11.15 вот до этого момента была достаточно неплохая ликвидность потом оборот уже немножко утих соответственно и динамика расширения тоже затихает это объем и то есть прямо профессиональное количество объема мат ожидания по возможному движению увеличивается чем объем меньше тем меньше будет расширение то есть это думаю доказывать не нужно и вот здесь мы дальше видим движение второй уже заход чтобы это все установить и повернуть спять то есть на реверсе сформировать нужно достаточно много ликвидности в первую очередь это селлеры все которые здесь заходят байеру нужно по ликвидности полностью перекрыть их то есть это первая ликвидность потом удерживать цену хотя бы на одном месте это фактически вывести дельту в ноль то есть нулевая дельта это значит и тех и других поровну еще сверху добавить ликвидности причем не мало а так чтобы цена начала двигаться на рост то есть помимо этого еще идет так же активность селлеров она никуда не исчезает и того в два раза должна вырасти ликвидность в среднем как минимум то есть посмотрим сколько ликвидности было в 14 на 0 42 тонны вот этой в этом баре вот сейчас немножко подсветку объема сделаю вот так вот чтобы вам хорошо было видно вот 42 тысячи контрактов было в 14 0 это вот эта свеча максимальный объем был по этой цене 14 тысячи контрактов вот она прям с этого объема 195 тысяч контрактов в эту 15 минутку вышло на рынок то есть оборот в этой в этом баре 311 тысяч контрактов я думаю вам видно вот 311 тысяч контрактов 251 если точно крупные самые крупные объемы здесь было 39 тонн здесь 33 то есть вот этот процесс начался сразу как только появился объем и это сразу же вызывает у вас внимание так пошла ликвидность тут только что было 42 тонны уже почти 200 в 5 раз выросла ликвидность тут 311 соответственно кто-то кому-то сейчас цена в вернее рынок из участников кому-то интересен этот инструмент по этой цене в данный момент времени не просто так происходит разворотные точки кому-то выгодно сейчас работать достаточно крупно то есть есть какие-то мотивы да то есть соответственно ваша задача идентифицировать крупного крупного участника определить куда он пытается толкнуть цену и просто с ним прокатиться по тенденции которую он будет создавать выйти как только он начинает спрыгивать выходить либо замедляется тенденция либо идет полный разворот по сопровождению там тоже целая наука и зайти в позицию не так уж и трудно вот продержать свою сделку открытой и не закрыть раньше времени либо как говорится переборщить и уже тренд давно закончился позиции уже не приносит тот кэш пиковый который был то есть это с опытом опыт нужен обязательно понимание рынка и аукционной структуры рынка вот пиковое значение выброс ликвидности и в таком случае есть шансы на разворот пока этого не происходит вы можете и не заходить в позицию почем зря на каждом минимуме то есть пока не будет крупной ликвидности которая может развернуть ждем то есть как триггер уже по объему здесь вопросов не так много будет так вторую пустим бренд есть бренд на форс можно смотреть открытый интерес но непосредственно тот который идет на бирже форс по бренд котировки сейчас мы здесь настроимся допустим если вы торгуете ртс параллельно вам нужно обязательно смотреть что происходит с бренд с ель и вот до 13 45 количество сделок увеличивалось вместе с движением котировки начали сбрасывать вы это заранее видите то есть уже даже при вот этой точке в это время вы видите что на протяжении часа вот тут выходит соответственно вы начинаете размышлять так а у меня покупка открыта может тоже выйти что я буду дальше стоять сейчас начнется снижение и вот сколько у вас еще форы на принятие решения потом еще сбросили с топори обязательно сходили и пошли на снижение то есть вы заранее можете видеть когда тренд начинается когда он заканчивается то есть тренд без входа позиций в рынок формироваться на пустом месте вряд ли будет поэтому наличие сильного вливания соответственно вот смотрите видите сколько здесь зашло сделок новых весь этот участок открывали позиции соответственно в этой точке на самом минимуме у вас есть информация о том что заходили очень 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 активно заходили в рынок то есть соответственно перед началом тенденции уже как опережающий индикатор самый подходящий вот тоже открытый интерес это не синтетика это реальные данные позиции стало больше в рынке либо стало меньше и все и комбинировать тактический открытый интерес несложно но нужно попрактиковаться опять же вот здесь точно уже вот уже упал до 516 начали с 433 и упал снова до 520 с пикового значения 700 то есть в этой точке вот здесь у вас есть информация о том что достаточно неплохо сбросили позиции уже даже ваша покупка открыта к примеру вы уже с подозрением относитесь к продолжению тренда тренд еще может какое-то время сохраниться но уже не на таком топливе то есть топливо заканчивается и рано или поздно начнется либо боковичок либо разворот полный ну вот здесь уже они остановились то есть заранее предупреждает о том что у тренда уже кончилось топливо и пора тоже спрыгивать из позиций так по стоимости как отключить кнот trades снизу у вас есть кнопочки trades windows open positions и нажимаете на каждый из них они отключаются включаются ну как бы активируйте либо деактивируйте ну все по платформе не успею показать вам но надеюсь вам было полезен полезен этот вебинар вы что-то для себя открыли новое возможно огромную пользу попытался поделиться настройками возможностями платформы то есть в первую очередь обязательно изучите ее функционал и возможности не забывайте о том что есть база данных за несколько лет каждого каждого тика по вашему инструменту и вы можете свою стратегию которая есть уже до довести до уже достаточно неплохих результатов просмотреть на истории проанализировать найти закономерности изучить свой инструмент это в первую очередь нужно перед тем как вообще садиться торговать на бирже нужно изучить этот инструмент и знать его тадуя то есть все его мелочи все его нюансы начиная от спецификации фьючерсного контракта заканчивая там средним значением ликвидности за 15 минут на таймфрейм либо дельты открытого интереса то есть знать его состояние сейчас рынок находится в активном состоянии либо он пустой соответственно хотя бы это можно применить в случае допустим стоит вообще сейчас работать на рынке либо он не ликвидный особо и движение не стоит особо сильно ждать так можно отсеивать флэтовые сессии когда объем идет небольшой обычно это флэтовые сессии активность небольшая соответственно от ожидания позиции заниженная от сильной и риски те же самые как бы зачем эту сессию торговать если там никого нет крупного запись на канале youtube будет уже завтра окей хорошо тогда спасибо что пришли если понравился вебинар делитесь с друзьями ставьте лайки там на этом канале и добро пожаловать на курс basic кто решился пройти столь полезный курс вам хорошего вечера и до следующих открытых фаминаров следите за анонсами смотрите рассылку и в пятницу вотстрит онлайн также всех приглашаю на аналитический обзор всего хорошего трендов вам стабильных equity прибыльных и попутного тренда всего хорошего до свидания пока